Земельный вопрос продолжает тревожить умы саратовцев и региональных чиновников. В областной научной библиотеке прошли общественные слушания по вопросу повышения земельного налога. Напомню, в результате новой кадастровой оценки дачных и коттеджных участков многим жителям стали приходить налоговые платежки с суммами, которые раз в 10 выше тех, что были ранее. Такая проблема возникла в шести районах Саратовской области. В большинстве муниципальных образований все же смогли повлиять на ситуацию. Пошли двумя путями. Либо снижением налоговых ставок. Вот по большинству районов я могу сказать, что у нас где-то в пределах 120 муниципальных образований внесли изменения и снизили налоговые ставки. Другая часть пошла путем введения дополнительных льгот для той или иной категории людей. Ну а в тех районах, где власти ничего предпринимать не стали, нервы жителей наколены до предела. Теперь даже заброшенные участки им приходится платить несколько тысяч рублей в год. Люди оказались заложниками ситуации, поскольку Росреестр самостоятельно назначает оценку, а потом ставит муниципалитеты перед фактом, кому сколько нужно платить. В качестве выхода участники общественных слушаний предлагают дать людям больше времени на пересмотр кадастровой собственности земли, либо муниципалитеты могут помочь с решением проблемы. Что необходимо в хорошем смысле лоббируют на федеральном уровне, это конечно какой-то период действительно достаточно значительный по времени, когда люди были бы проинформированы в том числе и через администраторов этих платежей об изменении кадастровой стоимости, и чтобы люди имели возможность цивилизованно подать комиссию, так сказать, все для того, чтобы эту стоимость пересмотреть. Участники общественных слушаний также предложили правоохранительным органам дать отзыв механизму формирования кадастровой стоимости. Оценкой занималась Самарская БТИ, но организация получила деньги за работу, а теперь никакой ответственности за возникшие сложности не несет.